Почему-то многие ожидают мужчины неприятно смотреть, он бритый, как картошка. Когда картошку чистишь, вот так же, точно как уподобление идет этим неверным. И первое это было бритье бороды, это от народа лута, я напомню вам. Когда народ лута, чтобы угождать друг другу мужеловство, вот тогда они брили друг другу бороды, чтобы друг другу совершать эти мерзкие действия. От них переняли Древний Рим, в котором тоже существовали такие обычаи. Мужеловство было очень развито, Византия и так далее. И тогда ужин залезло к нам. Не во время провоков Мухаммад Ассаляма, и не во время первых Сахабов, и первых Табии, нет, позже, но залезло. И сейчас мы упорно на этом стоим, мы гордимся. Каждое утопи, работа, на щека блестит. Как ты ведешь себя? Почему ты стесняешься своей религии? Ведь ты же стесняешься, и этим самым ты уподобляешься. Разве нет, тогда для чего ты бриешься? Многим скажешь, ну это так, меня с работы выгонят, и еще как-то. Ты не надеешься на Аллах, Сфаталик. Кто тебе дал эту работу? Аллах дал. Аллах дал. А если он тебе скажет, пей водку, тогда ты на работе останешься, вот мы сегодня банкет у нас, мы 8 марта или Новый год отмечаем, и у тебя будет 2 харама. Ты Новый год залез, и ты залез в этот харам, будешь пить. Разве ты на это последуешь? Ты будешь ему потакать. Но он тебе платит зарплату 15-20 тысяч, а может 50 тысяч он платит. И ты за эти деньги готов продать свою религию? Ты готов выбриться, как он, надеть галстук, с ним сидеть, выпить? Еще на что ты готов? А потом, может быть, ты с ним мужелом будешь заниматься? Ляешься им постельным, скажешь, я тебе еще 50 тысяч добавлю? Давай, нет, начнешь ты тут возмущаться. А почему ты до этого не возмущался? Ведь твои действия к этому и вели тебя. Твои действия к этому и вели тебя.